У меня выигрывает, да, осталось небольшое количество времени Он меня выигрывает, там, не важно, допустим, 3-0 3-0 Или там с большим счетом Я понимаю, что сутсквлаты наборолись, у меня не было возможности его бросить Я чувствую, что по силам он меня превосходит, по технике превосходит И я набросать там на 4 балла ему не смогу Вот в этом случае, конечно, как тактический вариант Переход в палках был бы целесообразным Потому что, там, допустим, за оставшуюся минуту У вас есть возможность либо удержать на 4 балла, да Либо сделать болевой прием Поэтому, если вы пришли к такому выводу, что в стойке вам не сведет То, допустим, давайте покажу переход в палках и стойке Но есть такой простой вариант Как, знаете, когда соперник начинает, ну, немножко на ковре, ну, не истерить, как бы, но очень сильно дергаться, да И вот здесь вот вариант, именно вот такой вот, естественно, да Вы перевели соперника в палках Вот Ну, этот вариант мы не будем сейчас отрабатывать, он, как бы, всем понятен, да Здесь, как бы, вот, с резинкой, которая у вас работает, да Рекомендую на внутренней пролежке Не только турник, брусь там отжимаемой растяжки, но Обязательно с резиной И когда вот вам нужно перейти в палках, то этот вариант Сейчас не будем о нем акцентировать Именно вот Разматывание соперника И один из вариантов Перевод его в палках Да, то есть вот Раз 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 Здесь Вот я хотел бы показать Именно Раз Их Перевод на болевой прием Либо со скрут Ну, с переводом обратно Вот То есть завершить это движение Перевода В палках Ну, же не будет приема Но Тренировать мы сейчас будем не это приема Не просто Ну, как-то слишком просто, да А вот Один из знаменитых Один из знаменитых Больфовыми бойцов И он Вы знаете, сейчас разговаривает Школу Больфов в Краснодаре Это Кусевик и Булай Он там намного старше меня Но Еще будучи там Молодежью Меня пробовали На черновате России В мужиках Вот Я, конечно же, там не выиграл Но С такими людьми Как говорят Потрогать Я их потрогал Вот Что делал он Ну и И как я потом это преобразовал У себя И стал делать я Да Сопрекоснувшись с таким Великим борцом Матократным Чемпионом мира Не выиграл Собираем Что я начал делать По отношению к своим соперникам Вот Когда мы Стоим Боремся Вот Я, например В моем колонном прием Был один Вот Не случайно У меня колено Больное Но Когда я его Смотрел И уже там Чуть-чуть был Свою клубу Известен Как мастер спорта Все кричали Тренера соперника Не давай ему Вот этот Есть и сделок Да Не давай ему Подтянуть его В себя И поэтому Все соперники Вот так вот Вот так Упирались И не давали мне Вот это движение Что в этом случае Я как бы делал Вот допустим Вы упираете сюда Мне Вот этой рукой У меня Захват Захват здесь Я переходил Как бы менял Стойку Переходил Сразу В парке Вот это Особенно Вот его Немножко Вот это положение Полусохнутое Чем оно хорошо Например То есть Я меняю Захват Перевожу И Делаю Такое Друговое Движение Вот То есть Очень эффективно Неожиданно Не знаю Сейчас Делаю Это Не делаю То есть Вы Боролись Тянули Тянули Потом Вы переходите В другую сторону И вот С таким Друговым Движением То есть Вы Перехватываете Грудь Всем весом Тела Здесь Делаете Закрепощенное Движение И Всем весом Тела Переходите Да Переходите В такое Движение То есть Вы как бы Виснете На определенный момент Времени Вы виснете На его Этой точке Да? Но вы не бросите Как он падает А вы Даже если Вы не уронили Соперника Как Андрей Упал Отдается То То Вы По крайней мере Его Перевели На колени Вот А вам Оно и надо Вам Оно и надо Вы Соответственно Делаете Болевой Вот Давайте Наша с вами задача Из стойки За минуту До Свиста Условно При ситуации Когда вы прорифруете Когда соседник Уже не хочет сами Идти в плохую борьбу Например И дает Сделать Мой коронный прием Подхват Обвив Подхват Можно подхват Еще раз Обвив А Обвив Ребят, еще раз Запрещенный прием Да Значит, почему Мой коронный прием Ум